Холодный март 1992-го. С чем у вас ассоциируется эта эпоха? Я думаю, это было задолго до рождения многих смотрящих это видео, как и собственно меня, автора. Стоит сказать, что к живущим тогда не испытываешь такое чувство, как зависть. Страну раздирают последствия шоковой терапии, предпринятой Гайдаром. Указ президента России Бориса «Не туда сели» и Ельцина освобождал от государственного регулирования 90% розничных и 80% оптовых цен. Ну а если говорить простым языком, то государство перестало регулировать цены, как это было в жестоко контролируемой КПСС в плановой экономике Советского Союза. И хотя плоды этого Россия стала пожинать только в начале 2000-х годов, и в особенности после экономических реформ Михаила Касьянова, бывшего тогда премьер-министра, жизнь не сказать, что казалась медом. Валюта обесценилась в 26 раз, что называется на языке экономистов инфляцией. Как вы понимаете, это привело к падению финансового благосостояния и платежеспособности населения. Кроме того, на горизонте маячит политический кризис, связанный с, мягко говоря, нелюбовью между Ельциным и Верховным Советом Российской Федерации. Но все это вещи большие. Существуют ведь вещи и куда более маленькие, казалось бы, менее значимые. В городе Ангарск, Иркутская область, происходит случай супружеской измены, когда муж скрывает, что любимая супруга является не такой уж и верной. Это, казалось бы, незначительный бытовой случай. Но этот бытовой случай коренным образом повлияет на судьбу аж 86 человек. И это как минимум. Ведь маньяк до сих пор не сознался во всех своих преступлениях. Кажется, что не существует места, которое выразительнее кричало бы слово «депрессия», чем Норильск. Крупный промышленный город с печальной историей, так как построен он был с заключенными Норильлага. А об условиях, в которых жили заключенные, выразительно говорит, не произнося при этом ни одного слова, факт восстания летом 1953 года. Плохая экология, отдаленность города от крупных городских агломераций страны, массовый отток населения в места с более благоприятным климатом и инфраструктурой, вытекающие из этого отсутствие каких-либо строек, дома здесь наоборот, зачастую сносятся, из-за их аварийного состояния. С начала 21 века этот город прочно и крепко обосновался в списке самых бедственных в экологическом плане городов, не только России, но и планеты. Что подтверждается и данными Росприроднадзора. Все это создает очень блеклый образ из смога и силуэтов старых построек. И марева из подавленности и уныния, которые идеально дополняют друг друга, привлекая собою любителей заброшенных мест и урбанистического туризма. Вот в таком месте 7 марта в середине 1960-х и начал свой жизненный путь будущий убийца. Под именем Михаил Попков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok